Друзья, всем привет! Сразу хочу извиниться за погодные условия, в каких мне приходится вести съемку. Сейчас дождик моросит, на камеру может попадать капля дождя, и качество съемки может быть не на высшем уровне. Ну, да ладно. Смотрите, друзья, сегодня я хочу сделать обзор на свое новое судно, дополнительное, которое я недавно приобрел. Я просто считаю, что я обязан показать вам свою обновку. Если я показываю незначительные какие-то в снастях обновки, то это весомая обновка на канале. Друзья, эта лодка Storm серии Magellan. Ее длина составляет 220 сантиметров. Сразу скажу, эту лодку я себе взял две основные цели у этой лодки. Так будет лучше сказать. Первая основная цель это ловля карася в камышах. Вторая цель второстепенная, но не меньше, скажем так, значимая. Это сплавы по реке Псел и ловля головля. Ребят, почему именно Шторм и почему именно серия Magellan? Я вам отвечу. Я долго присматривал себе лодку именно под свои условия ловли. Эта лодка подходит самая лучшая. Смотрите, для ловли в камышах мне нужна лодка с острым носом. Я смотрел такие у других производителей, но не нашел такой лодки в такой длине с хорошим, качественным и, что немаловажно, толстым ПВХ. Друзья, если вы рыбачите в окнах в камышах на карасика, то, я думаю, вы знаете, что можно часто попасть на штыри. То есть, это срезанный или просто сломанный ветром камыш, который торчит. Если ПВХ будет не плотное, то можно легко его пробить. Здесь же в серии Magellan лодка Шторм ПВХ имеет плотность 850 грамм на квадратный метр. Ребят, второе, помимо плотности ПВХ, очень важная деталь для меня это острый носик у лодки. Почему? Если вы рыбачите в камышах, то, само собой, вам нужно в камыш заехать или даже по нему перемещаться. Друзья, с острым носом камыш будет просто рассеиваться по бортам и лодка более или менее не говорю, что она будет просто там летать, но более или менее она будет ходить. У других производителей именно с нормальным плотным ПВХ и в такой длине лодки с острым носом я не нашел. Здесь Magellan выигрывает на все 150%. Третье, что можно сказать, ребят, мне была важна длина. Эта лодка для меня одного. У меня уже имеется лодка для выхода в том, если с кем-то на рыбалку или просто на судака, она поболее. Но эта лодочка, я думаю, будет мне помогать не меньше, чем моя вторая. Потому что очень часто я выхожу на карасика просто половить на поплавок и буду ее постоянно использовать. Ребят, давайте теперь так по техническим характеристикам. Друзья, те, кто рыбачит в камышах, наверняка знают, как важна плотность ткани ПВХ. В лодках Шторм серии Magellan используется ткань плотностью 850 грамм на квадратный метр. Это довольно-таки хороший показатель для такого рода лодок. У других производителей лодки примерно таких же серий имеют меньшую плотность ПВХ. Поэтому это очень большой плюс, в котором Magellan выигрывает. Это можно сказать чуть ли не основной критерий при выборе лодки для ловли в камышах. Ручки для переноски. такая удобная ручка спереди сзади тоже имеется. Думаю видно, да. Лодка одноместная. Грузоподъемность лодки 160 килограмм максимум. При желании здесь можно вместиться и вдвоем. Я когда-то у меня есть видео на канале к Ярику ездил в Максимовку к моему другу. то у него по-моему Барк 2.10 мы там в принципе вдвоем нормально рыбачим. Так, дальше, ребят, мотор даже на нее можно установить по паспорту до 3,5 лошадиных сил. Но это мне не грозит. Диаметр баллона здесь 34 сантиметра. Это для такого рода лодки очень хорошо. Так как есть другие производители и там 28 сантиметров диаметра. А если лодку использовать на Днепре, то извините меня, при нормальной волне это как бы жесть 28 сантиметров. Да и вообще я смотрел обзорчики на те лодки. То человек садится она половина пригружается. Это классно, честно. Я только что плавал на остров и очень классно. Мне нравится как она идет по воде. Так по техническим характеристикам здесь имеется два баллона. Качается она очень быстро. В комплекте естественно идет груша, инструкция, паспорта, ремкомплекты. Это все стандартная ситуация. Уключены здесь сделаны надежно, без всяких скрипов люфтов. понравились. Ребята, да, кстати, очень понравилась такая штука. Смотрите, здесь раз пол оборотика и клапан закрыт. То есть крышечка клапана. Вы видите, как закрывается классно. Скажем так, намного это приятнее, лучше сделано, чем у Калибри. Калибри мне надо пока попал на резьбу и резьбу еще покрутить. Комплектация лодки может немного там отличаться. По желанию покупателя могут установить на рельсах сидушка будет ездить взад-вперед, но мне это не нужно. Естественно, цвет можно взять на выбор. По-моему, камуфляж белый. Камуфляж доплачивать надо. Мне это тоже не нужно. По бокам такие лирные троса. тоже очень удобно. В камыш зашел на лодке. За этот же камыш зацепился и все можно комфортно рыбачить. Друзья, качество швов на уровне. Нигде не выступает клей. Все ровно, симметрично. Швы ровненькие. Лодка у меня в комплекте с речным настилом. Там еще идут дополнительно две такие рейки. Может оно комплектоваться по-моему и большим количеством рейек для устойчивости в лодке. Но мне это тоже совершенно не нужно. У меня немножко другая тема. И поэтому настил рейчный я оставлял дома. В этот раз я его оставил. Друзья, вес комплекта составляет 12 килограмм. А если отсечь рейчный настил, которым я не пользуюсь, то этого меньше. Ребят, на самом деле это очень удобно, когда такая легкая лодка. В комплекте с лодкой идет сумка для транспортировки этой же лодки. И в этой сумке лодку можно довольно-таки комфортно переносить просто на плечах как рюкзак или просто нести как сумку. Сумка небольших размеров, лодка упаковывается очень компактно. Ребят, покупкой честно говоря очень доволен. Я вам просто от души говорю так как оно и есть. Не примите за рекламу или еще за что-нибудь. Просто делюсь с вами своими впечатлениями от покупки новой лодки. Из минусов этой лодки я могу отметить только одно. Это то, раскручивается вот эта пробочка когда я грибу. Но я думаю это несущественно. Она буквально три оборота раскручивается и комфортно все равно ничего не отваливается. Все хорошо. В остальном это сплошные плюсы. Лодкой очень доволен. Честно положа руку на сердце лодкой доволен очень. Даже просто посмотреть на ее дизайн. это просто какая-то красотка. Я не знаю. Я выбирал у меня было несколько критериев. Под все критерии под мои она подошла просто влилась. Друзья подведя итог могу сказать с уверенностью лодка годная. Если кто-то из вас планировал покупки лодку в ближайшем времени то я настоятельно рекомендую обратить внимание на эту малышку. А пока я с вами прощаюсь но ненадолго. как всегда в скором времени ожидайте какую-то новую летную рыбалочку. Все ребятки не забывайте ставить лайк и пока до новых встреч. Вот такое ребятки красит. Ну ребятки до questioned